друзья всем огромный привет вы не поверите что тут к нам вернулась внезапно к нам вернулась рубрика best replays powercraft 2k 20 это хоть что-то хорошее что произошло в этом трагическом году мы решили что не можем оставить вас без позитивных новостей поэтому встречайте возрожденную рубрику best replays с вами бы него и аспирант здравствуйте уважаемые зрители и перед тем как мы выпустим свежие свежий реплей хотелось бы немного пообщаться с вами о новых фишках новых идеях для тех кто лоялен и тех кто поддерживает нашу рубрику спонсируют и в общем неравнодушен к развитию нашего проекта даже не знаю с чего начать но давайте начнем с того что мы решили как-то поблагодарить своих донатеров если мы раньше это делали тем что выпускали дополнительный выпуск неделю чем что мне кажется не очень хорошо влияло на общую конверсию из-за того что ну с выпусками был перебор и они приедались мы подумали как это можно сделать по-другому и вспомнили внезапно о таком сервисе как патреон для тех кто не в курсе это такая площадка платформа на которой можно поддерживать тут сам зарегистрировано много ютюбовских блогеров и те кто их поддерживают получают материалы этих блогеров на какое-то время раньше чем все остальные допустим на неделю мы покопались в окне аспирант покопался в рунете и обнаружил русскоязычный аналог этого сервиса который называется ну просто патреон неудобен тем что оплата там идет исключительно в бакинских рублях что наверное не всем комфортно поэтому мы нашли русс российский аналог патреона сервис называется busty . ту и вот о том что будет происходить на этом сервисе и что будут получать наши лояльные подписчики сейчас расскажут эспирант да бы они все правильно ты сказал называется некий этот ресурс busty . ту и он аналог патреона этим патреоном до нашему русским отечественным не буржуйским мы хотим сказать спасибо всем тем нас поддерживал все это время кто еще собирается поддерживать и сейчас я расскажу вам что вам этот бустит у дает и так значит у нас уже создана страничка на которой вы уже можете подписываться на ней у нас сделано несколько уровней поддержки то есть 1 по 4 все эти уровни поддержки дают вам практически одно и то же за исключением того что вы просто где-то нас сможете больше поддержать то есть не 150 рублей на больше например если у вас есть желание конечно же уровни поддержки такие да то есть первый уровень это месячная подписка это как абонентская подписка на любимые приложения да в интернете точно так же то есть вы подписываетесь и ежемесячно поддерживать канал на фиксирование суммы ну который вы можете увеличить так точно на месячная подписка первый уровень 150 рублей в месяц второй уровень 350 3 700 и 4 уровень 300 триллиардов 8 миллионов долларов надеемся что когда-нибудь подпишется дональд трамп поднимать это подписка дает вам одну единственную но очень существенную привилегию пока единственное давай давай пони сделаем ссылочку пока единственную планы на будущее есть развивать канал если все подписчики будут получать материалы в субботу ну допустим берем неделю для всех подписчиков видео будет открыто в субботу то для наших элитных подписчиков те кто поддержал через бустит у материалы будут доступны уже в понедельник то есть вы посмотрите ролик на неделю раньше остальных плюс там еще есть такая фишка с дискордом да да фишка такая то есть у вас будет несколько кнопочек называемые уровни подписки на любую из них подписываясь на какого вам комфортно сумма которую готовы нам искать на нас поддержать вы автоматически становитесь обладателем этого контента до который мы будем делать первоначально для бустит у и автоматически вы сразу же вступаете в наш дискорд в определенную группу закрытую для именно для подписчиков для спонсоров а то есть уже будет опять же 4 уровня дискорде вы зависимости от подписки такой-то определенный получаете то есть у вас видео которое будет по ссылке на ю тубе закрыта она будет вам доступна и на бустику и на их дискорде закрытом канале именно для этих подписчиков ну и соответственно канал будет соответственно разрастаться подписчиков будет больше но среди обычных подписчиков вы и те кто поддерживает канал будет отличаться особым статусом мы будем давать вам ролик дискорде особенные которые будут вас выделять среди остальных давай еще будешь упомянем да просто но простых наших зрителей ребят это это просто но не не это никак вам не сыграет ни в минус него что вы получите свой контент который вам нравится просто немножко попозже просто мы этим хотим именно поддержать тех людей которые поддерживают нас наш единственный способ такой поддержки выражен еще раз если вкратце те кто поддерживает канал увидят материал в понедельник а те кто его не поддержит а просто смотрят неважно случайные зрители на ю тюбе видят его субботу вот и вся разница от уже дарность да да благодарность ребят вот если честно было вот мы сколько с бонщами заходили в варкрафт ну в районе там почти двух с половиной трех лет до рубрика закончилась больше двух лет назад ребят было очень сложно войти в эту систему сейчас потому что появились рефорджи вы три арены метисы и так далее спасибо большое пуху легенды на легенде нашего киберспорта ух огромное спасибо она видит и всех времен и народов которые тренировала еще самого ходе и пропуха я помню говорил какой-то известный варкрафтер правда не знал что говорили на про нашего ну он не знаю говорил именно про наши бога огромное спасибо за то что ты не скинул тот самый варкрафт со всеми рабочими версии уже настроены огромное спасибо дальше большое спасибо говорю демону демон это кладезь просто это не знаю прапорщик которого есть все реплей в мире варкрафт то есть у него есть просто все он уже не прапорщик он уже генерал генерал демон генерал демон 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 огромно тебе спасибо потому что ты тоже мне мне уже просто подкинул столько реплеев что зрители просто будут в восторге именно от твоей работы наша работа не уже минимально просто довести до зрителей следующее отдельное спасибо леди рисе за ее прекрасную утилиту который мне тоже помогла или делиться мне объяснил и пользоваться мне пригодится уже для репорджа леди риса огромное тебе спасибо и опять же еще одно последнее отдельное спасибо это паблик вилла парков ребят спасибо большое то что я даже не знал что у нас смотрите да ну все таки мы простые люди не небожители какие-то такие большие паблики смотрят варкрафтерский нам к себе репост или значит новость нашем возвращении тоже приветствовали спасибо ребят большое ссылочку мы оставим то что ребят на тебя тоже подписывайтесь у них много интересного контента есть на группе вконтакте ну и я бы хотел свое почтение снять шляпу перед всеми теми зрителями которые не отписались нашего паблика вконтакте который существовал три года без контента абсолютно но при этом практически никого из аудитории не потерял это удивительно ваша вера возможно и сотворила чудо и вот мы такие на белом коне снова врываемся бонич я тебя сейчас тоже поддержу да конечно я все присоединяюсь к ним словам так и не просто не вышли из группы так еще и на ютубе и вконтакте посты написали ребята мы ждем давайте давайте то есть только положительное было нет такого что ему закончили одни положительные комментарии нас это очень мотивировало ребят поэтому возвращаем спасибо вам большое в общем 2020 год надеюсь вам запомнится теперь не только коронавирусом и чем-то позитивным ну а мы приступаем к первому реплею возрожденных best replays я по старой памяти открываю ролик у себя на компьютере давненько этого не делал и прям такое легкое волнение сейчас накатывает в общем на руки надеюсь помнят мы сейчас вам чего-нибудь на коменте ну что давненько не брал я шашки в руки друзья всем огромнейший привет еще раз с вами бонич и я вижу перед собой развернутое окошко плеера с варкрафтом это значит что рубрика best replays возрождается мы будем смотреть дэнки разных времен это очень здорово потому что я естественно сразу хочу принести извинения что с непривычки не буду подмечать множество игровых моментов аспектах это от отсутствия и игровой и комментаторской прав практике по варкрафту поскольку три года я к этой игре не прикасался вообще но ручки то помнят клешни то на рефлексах действует правильно поэтому надеюсь что основа мы все еще будем схватывать итак у нас поединок американского если не ошибаюсь всеми про игрока акслава который выбрал рандом как обычно но ему в этот раз достались ун деды против хрен знает кого ну какого-то красного хумана будем называть его зюганов до конца игры потому что я понятия не имею кто этот человек итак акслав против зюганова империалистические андеды бессмертные оккультные некроманты против нашей советской науки и техники против такого материалистического подхода к устройству мира посмотрим во что это выльется или вольется где-то ставит первые здания что это у него тут растет но наверное магазин нет алтарь алтарь у него поздний алтарь чё так удивился алтарю я не знаю давненько не видел алтарей друзья в церковь не хожу поэтому последний раз алтарь видел три года назад гули играет на перегонки с крестьянином в этот момент бабка в халате зашла в таверну купить себе весной окорок к ужину посмотрим кого же она тут из таверны с собой прихватит ну потому что бабушка всегда идет домой вместе с подружкой с кем-то из магазина кого он там встречали и что это бабка только что родила какого-то не то сына не то дочь не то лягушку не то не ведомых зверушков вы знаете мне такое обычно летом форточку залетает я я что ты такое это точно варкрафт что это что это за таракана подобное что это за муха стрико-стрик стрикозел это стрикозел будем называть его так я понятия не имею что она но она бросается какими-то зелеными соплями судя по всему с хаос сплэш дэмэш атакой ничего себе варкрафт изменился я таких героев отродясь не видел кого-то в таверну то привезли но на самом деле это какая-то особая версия варкрафта для извращенцев и вы можете тоже поиграть версию этой карты вот с такими героями ссылку мы отправим приложим к описанию роликов в общем стрикозел играет за американских империалистов я понятия не имею какие у него спелы что он умеет кроме того что обмазывать всех зеленым гуля здесь пытается прикинуться футманом но как только у все увидели расцарапанную спину пизанта все поняли что в отряде коллаборационист завелся и гулю немедленно изгнали никто холла увидев героя андета просто лигнул из игры но потому что он он пошел я уверен он пошел он пошел пить это разгиль думать что не белая горячка началась галлюцинации в общем пошел чистить желудок я уверен эта хрень просто посмотрите что я на куски мяса вырывает из живых существ жуткий стрекозел летает архимаг никогда такого не видел ну только у себя в трусах который он заглядывал 20 лет назад после того как переспал с одной соркой вот что такое у него в трусах тоже прыгала но но дед давно уже не смотрел себе в трусы и поэтому не запомнил какая-то форма жизни завелась ужасно онк смотрите у накляд наклядывает именно наклядывает какую-то зеленую зеленый нимб над головой это какие-то андетские святые превращая в андетского святого великомученика любого вражеского юнита а все святые великомученика как известно долго не живут и пока что это подтверждается не знаю возможно это какой-то тикающий урон который равномерно через за равные промежутки времени отнимает здоровье ну и веру в человечество наверное тоже у юнитов какая жесть вообще андет тем временем поставил экспант заметьте не хуман а именно андет но благодаря тому что зюганов растерялся увидев вот такое у себя на базе не может прийти в себя до сих пор вообще конечно варкрафт сильно изменился сейчас фаст экспанды от андетов стали нормой это уже чуть ли не не догматическая стратегия фундаментальная но в мои времена фаст экспанды от андетов были каким-то чудом и чем-то абсолютно неординарным ну и напоминаю что окслав играет не сейчас это вне времена рефорджа не времена этих новоявленных патчей которые не знаю для кого-то игру улучшили но да для других испортили люди консервативные привыкшие уже к определенному балансу конечно первое время плакали кровавыми слезами мы помним что криворукие разработчики сделали с эльфами в патче и насколько они усилили это были уже не эльфы а какие-то динозавры блин которые сметали все на своем пути но слава богу потом такое ощущение что почнется придумывает ламантин в бассейне который рандомно набрасывает изменения юнитов но это точно не игрок непрофессиональный игрок варкрафта иначе вы эти изменения не увидели хуман пришел харассить андеда убивает ему всех бабушек здесь разоряет собес но мы понимаем что он этот а этот собес 2 и как в любом подъезде бабок у него хватит на всех поэтому за бабок пришли вписаться внуки это детвора из местного падика обычной провинциальной хрущевки у них в руках ножи они давно не стригли ногти о окружает дело детвора и спрашивает дедушка расскажи нам историю одет не может рассказывать истории потому что у него вот это вот мандовушка из трусов выпрыгнула ее он ее просто боится он потерял до речи дети продолжает окружать деда просят подарки спрашивать дед смотри как мы можем видел когда-нибудь такое но дед дед остерегается чужих внуков в общем здесь идет борьба не на жизнь а на смерть но я уже вообще не вижу шансов у хумана если честно над дедом тоже это зеленая херь повисла даже на овцу перри по она каким-то образом на овцу переместилась она еще и заразная короче этот стрекозел мутант накладывает коронавирус судя по всему все дед отъехал под вл в больницу слег на пару минут отдохнуть ну а без деда конечно атака на бабушек тем более на внуках она обречена на провал да деда выкупили выкупили в том же шалмане откуда появилась на свет вот это вот убожество это крылатое гнилое создание мутант этот жук навозник я я не понимаю что это до сих пор но ладно стрекозел из стрекозел над дедом снова зеленый нимб деду и так плохо куда его еще травить то ё-моё ведь им вообще не важно глиняный голем или живой футман он всех просто развоплощает на ходу правда кинулся свою армию побежал лечиться паук с двумя гулями такого не ожидали но должны убежать короче я здесь не вижу шансов у хумана вообще если честно я не понимаю за счет чего он она у него тоже экспант заработал но со времен даже ну давайте вспомним что этот реплей у нас не свежий это мы видим по герою из таверны андетскому до реплей не свежий от него попахивает поэтому играть против андета с двух с экспандом экспант на экспант хуману ну то еще удовольствие поверьте я честно говоря не следил за всеми этими патчами поскольку warcraft не запускал я не знаю там то у эльфов усиливали потом их резко ослабляли добавляли новые виды инфраструктуры новые ветки развития меняли модернизировали старые ветки развития то есть там и насколько помню орков теперь из тауренец выходят бартрум и в общем много всего поменялось я за ним всем не стыдил но слава богу этот реплей старый вот кроме здесь все знакомое кроме этой твари мутанта ну будем считать что это какой-то беспредельщик из таверны который пришел из другой игры скорее всего из какой-нибудь пенумбра там я не знали с дэдспейса вылез что-то вообще делаешь в варкрафте иди домой ты пьян так но дед тут на пару развоплотили все таки все друзья при помощи мелка машенька тапка и матерного слова с жуком разобрались но как вы знаете жуки никогда не уходят надолго поэтому мы ждем второго предшествия этой твари неземной у андета кстати с храм проклятых 1800 голды ёбстудэй у хумана тоже много голды у обоих не хватает леса тут три грифоницы готовятся ну хуман по сути рассудил так поскольку андета нет никакого воздуха есть пара финдов то 8 патча грифонов хватит наверное чтобы развоплотить акслава это разумное решение единственное что акслава бы неплохо заметить такие подлые намерения своего визави разгадать планы какой-то в театр построить ну в принципе хватит пачки финдов сетка я лучше всего конечно гарк штампанут потому что в чистом поле конечно гарки грифонов развоплотят без поддержки тех же вертолетов там панды так тут большие с переселением судя по всему сущность нам будут сейчас чистить карму хуманским войскам коммунистам плевать вообще на всякое колдовство на магию на чары они просто материалистично бегут и кричат а вы науки и просто неважно из какого мира вылезла тварь перед ними при помощи большой советской энциклопедии в жбан они сокрушают все преграды на своем пути добрались до андесского магазина разжиря разоряют буржуйский магазин расхватывают водку вискарь дорогой все отлично минус магазин шоколадки хамон все ушло все что теперь коммунистам теперь это наша продукция вернулся жукан продолжает вешать на деда свой коронавирус ну дед кажется уже с иммунитетом смотрите вроде ничего так все чувствует резко поплохело но это не от коронки это просто по нему стреляет спирит таврака грифоны а хватит ли у тебя леса маншер на 18 патча грифонов у тебя нет кузницы что ли что что происходит как ты будешь делать столько грифонов без леса золота-то хватит он это тоже большие проблемы с лесом но мы помним что у андеда работают на деревянных лесопилках дети пролетариев нет дети буржуа до которые своими длинными скрюченными когтями быстренько наковыряются палок уж ребенок себе палку всегда найдет палку и крапиву за сараем поэтому за андесский лес может можно не беспокоиться я беспокоюсь за психический рассудок архимага потому что я я не понимаю чтобы чтобы на его месте думал я и предпринимал я увидев перед собой вот это чудовище с крыльями какой-то озверевший кузнечик я у него два пальца кстати этому видимо мой дальний родственник может быть это какие-то мутировавшие видоизмененные кришни хуман пытается крепить героев как ни в чем не бывало и ждет своего леса так нюк это аура еще есть ё-моё шут за аура откуда еще какая-то аура минус 3 армора а эта хрень режет армор моя твоя понять эта хрень режет армор баньши я так понимаю взяты исключительно для того чтобы переселяться потому что здесь курсу накладывать не на кого нет у хумана какого-то такого дэмэдж дилера с руки типа блэйда до которого можно закурсить нового нашли вот маутен кинга хотя вся его сила в болте естественно коммунистический болт никто не отменял которые не кладут вообще на весь буржуазный мир поэтому не знаю смысл курси на но вообще на хумана я я не вижу рубится леса летят перелетные грифоны на и ты короче я так понимаю что зюганов планируют выйти в лимит 100 а желательно 150 вот а желательно полтора миллиарда вообще на штамповать войск потому что непонятно сколько потребуется человеческих ресурсов чтобы одолеть эту квазимоду во главе андетского войска 5 она уже пятого уровня я даже боюсь представить какая у него будет ульта почему у него может быть эта самка не знаю ведет себя как типичная самка в пмс просто раздает всем направо и налево лещей и знатных чипалахов я не знаю какая у него может быть ульта может быть она завернется в кокон и превратиться в прекрасную бабочку при виде которой все человеческие особи все люди которые играют за альянс впадут какой-нибудь кататонический транс ну а скорее всего она отложит личинок прямо выше архимагу со своей ультой и превратить архимага в такую же тварь короче мы гадаем пока мы гадаем она вот бегает она где-то бегает по карте да не хватает конечно тапка против такого до создания природы вот что бывает от неразборчивых половых связей друзья в пятницу вечером я не знаю кто вообще мог родить такое и от кого это скорее всего скорее всего панин переспал землеройкой я не понимаю у меня по-прежнему шок культурно от этого героя из другой игры здесь гарги до готовится кстати я я тут же мгновенно заметил гарг друзья моя внимательность моя проницательность и игровая аналитика не знают себе равных я наконец-то увидел 8 пачек гарг от андедов ну ок ладно гарги с грифонами разберутся а вот найтов многовато чем ты будешь убивать найтов не ясно все-таки у тебя нет койл новый там далее которая может найтов охлаждать и хорошего фокуса тоже нет потому что гарги не финды а снегири не гири я помню это еще из нетленного творчества андрея аполлонова дай бог ему здоровья в его 60 лет началась заруба найты врывается финдов свиток зверя читает андед гарги едят мгновенно грифонов архимаг заливает сначала финдов и теперь уже себе шары что это что это за ктулху вылез ёпс тудей она все встали она все оглушено очень долго стояла в станет какой-то любя фан вылез из воды но это ульта судя по всему дожил до ульты наш сороконогий мухожоп я не верю что она просто станет наверное наверное она все-таки отложила личинки в яйца ну пускай будет в яйца архимагу тоже неплохо личинки в яйца это вообще звучит ужасно я надеюсь вы сейчас не обедаете ребята потому что если да то я приношу вам свои глубочай да пошли вы не надо обедать просто во время просмотра best replay это ваши проблемы так ну конечно с поддержкой такого левиафана от это вообще озверел заливаются гарги контролить довольно легко не по воздуху летают стак гарки дестройеров слушайте но на это то легли все и против воздуха у хумана ничего не осталось и золото у хумана не осталось и надежда на то что это сороконожка не доживет до зимы у хумана тоже не осталось потому что до зимы не доживет он сам бедолага зюганов от безысходности штампуют вышки чтобы расстрелять в них всех трусов и перебежчиков из своей собственной армии которые при виде этого мутанта наложили в штаны ну а мы здесь видим как приканчивает целая стая гарк при поддержке жирных дестройеров приканчивает остатки хуманской армии паладин разучился лечить при виде всего этого на него тоже накинули коронавирус покашляли паладин конечно он сам то хилер но долго не живет как говорится сапожник без сапог сам себя полечить не смог о тут фрост вирм появляется ну как бы зюганов эти выборы ты тоже проиграл мой друг эти выборы ты тоже проиграл следующим отклеился конь ну и дальше я думаю что зюганову пора признать свое поражение естественно сообщить о массовых вбросах и фальсификациях и отправиться еще на 80 лет в отпуск до следующих выборов спасибо большое всем кто смотрел это была отличная игра в основном из-за того что ну вы понимаете за кого такие герои в варкрафте вы еще не видели точно с вами был бонич не забывайте нас поддерживать не забывайте о том что от меня рубрика выходит в модернизированном несколько вариантов и вы можете поддержать наш канал стать элитным спонсором получить следующий контент на неделю раньше всех остальных через сайт густи . ру это был бонич до следующего выпуска и 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 Субтитры сделал DimaTorzok